Конечно, тем более мы столько лет с Владимиром Викторовичем знакомы, и вот эта площадка вебинара, она стала прекрасной возможностью повидаться, увидеться воочию, и я не разочарована ни разу, более того, восхищена, но об этом чуть позже. Приветствую всех слушателей вебинара. Если меня хорошо видно и слышно, огонечек зажгите. Спасибо большое. Прежде чем Владимир Викторович начнет, я подготовила небольшую презентацию, чтобы вам было визуально проще воспринять ту информацию, которую я сейчас скажу. Что касается нашего вебинара, мы стараемся, если возникнут вопросы, мы стараемся писать их сразу же в чат, а в конце вебинара мы их оформим, аккумулируем и зададим нашему спикеру. Знаем, где писать вопросы, это чат, не стесняемся, пишем по мере получения информации. Что касается моего вступительного слова. Наш сегодняшний вебинар посвящен актуальной теме настоящего времени, Россия и Китай, сравнение двух держав. Наш вебинар коснется в основном экономического сравнения этих стран. Мы увидим и услышим, почему Россия в 10 раз отстает от Китая. Кто виноват и что делать. Очень заманчивое название, и я уверена, что и содержание будет таким же. С огромным удовольствием я хотела бы вам представить спикера нашего вебинара. Сейчас перещелкну. Моисеев Владимир Викторович. Совершенно потрясающий человек, доктор исторических наук, профессор, действительный член академик Российской Академии Естественных Наук, действительный член Академии Наук, Социальных Технологий и Местного Самоуправления. Наш многолетний автор, не побоюсь этого слова, гордость издательства Директ Медиа. Владимир Викторович преподает в Белгородском государственном технологическом университете имени Шухова. Мы считаем огромной удачей появившуюся у Владимира Викторовича возможность уделить нам и теме, которая у всех на устах время. Что еще могу сказать? Регалий масса. Действительно большая удача. Он автор более 500 научных работ, в том числе монографии, учебники, учебные пособия, публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science, статьи в изданиях, входящих в перечень ВАГ. Владимир Викторович входит в состав двух диссертационных советов по политическим и экономическим наукам Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Он пятикратный лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей вузов и научных сотрудников в номинациях экономика и управления и гуманитарной науки. Он включен в энциклопедию «Выдающиеся ученые России», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации и уже с 2021 года утвержден экспертом Российского научного фонда. Это минимум, который я могу назвать. Актуальные проблемы социально-экономического развития нашей страны – это основные темы внимания Владимира Викторовича, и здесь они совпадают с вектором наших издательских интересов. Только за последний очень сложный год нами была выпущена актуальнейшая линейка книг Владимира Викторовича «Современная Россия». Я сделала небольшой слайд, чтобы вы посмотрели эту часть этой серии, и мы ее пополняем, потому что тем актуальных, интересных масса. И вот Владимир Викторович, за что ему огромное спасибо и низкий поклон, очень своевременно, быстро, на удовольствие всем редакторам и верстальщикам готовят свои материалы. Итак, уважаемые слушатели, я приглашаю Владимира Викторовича в студию, приглашаю его к слову. Мы все само внимание предвкушаем интереснейший вебинар. Владимир Викторович, подключайтесь к нам, мы готовы слушать. Я к вам вернусь в самом конце, мы зададим вопросы, я уверена, они будут. Добрый день, Владимир Викторович, прекрасно выглядите. Рада вас видеть. Я выключаю свою презентацию, включаю вашу, и мы готовы слушать. Заранее вам огромное спасибо. Постараюсь оправдать такое хорошее компломентарное включение. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня я хотел бы вам рассказать о взаимоотношениях России и Китая, сравнить их результаты в экономике и социальной сфере, и показать, что же нам ждать в дальнейшем от сотрудничества Китай-Россия, тем более в свете новых веяний, санкций, СВО и так далее. Я попрошу вопросы задавать в конце, чтобы не сбивать меня, потому что я неопытный лектор и могу сбиться, тогда быть неинтересно. Если можно, то я бы хотел полистать свои слайды. Так. И вот здесь должно быть следующее. Вот о чем она. Она, конечно, о многочисленных реформах, о которых говорил нам президент Владимир Владимирович Путин, но которые почему-то осуществились в Китае. Вот об этом эта книга. Она у нас вот в таком раскрашенном варианте и есть на сайте Директ Медиа. Можете обратиться, заказать библиотеки и посмотреть. Это свежие данные, это не о каком-то 2002-м. Речь идет о 22-м современном периоде. Ну а теперь посмотрите наше место вот в прошлом, довоенном, в 21-м году. Посмотрите, мы занимаем строчку во второй десятке стран мира по главному экономическому показателю. ВВП – это воловой внутренний продукт. Это то, что страна производит за год все вместе. Товаров, услуг, выраженный в долларах. На первом месте почему-то Соединенные Штаты Америки, на втором месте Китай. Мы на 11-м. Когда был Советский Союз, был на первом месте США, на втором месте был Советский Союз. Но у меня есть и другие данные. Это 21-й год, когда я готовился к презентации. А вот вышли новые данные по 22-му году. У Китая теперь, посмотрите, то было 16 с чем-то, а стало 18 на 2 триллиона долларов за год Китая прибавил. Ну а теперь ведь все познается сравнение. Ну вот, женщины сравнивают одного мужчину с другим. Этот выше, этот красивее, этот добрее, этот нежадный. Ну и также и мужчины сравнивают с женщинами. Теперь сравним две экономики. Китая и Россия. Посмотрите, ВВП Кидая 18 с половиной триллионов, а ВВП России, ну, 1 триллион 700 миллиардов. 12-е место. Ну а если сравнить, то получится Китай, человек ростом 2 метра, а Россия, карлик, 20 сантиметров. 2 метра и 20 сантиметров. Ну, пусть меня осудят, но я, когда смотрю передачи и встречи, вот скоро Си Цзиньпин прилетит в Россию, то там будут переговоры. И вы посмотрите, какими глазами будет смотреть президент на Си Цзиньпина, на товарища Си. Ну а теперь темпы роста. Вот если, ну, таблицу я такую составил, это в книге есть. Вот мы за 8 лет, Россия под руководством одного из лучших президентов нашей страны, дает минус 2%. Ну, в деньгах это минус 3 триллиона рублей. Китай за это время, за 8 лет, почти наполовину увеличил свою экономику, то есть в полтора раза. Мы топчемся на месте, идем вниз, а Китай идет вверх. Я потом объясню, почему так случается. Вот еще про экономику Китая. Вот смотрите, Китай выпускает автомобили 26 миллионов, России в 13 раз меньше. И теперь нужно будет покупать у других стран, потому что собственное производство из-за санкций еще меньше стало. Жилья Китай построил почти 1 миллиард, Россия в 10 раз меньше. И хотя вот в прошлом, в 22 году получился рекордное строительство 92 миллиона квадратных метров. Это рекорд для России. Ну, для Советского Союза это, конечно, не рекорд, но раньше строили у нас по 60-72, вот предыдущие годы. Ну, и в основном это строят сейчас у нас, вот Белгородская область, это малоэтажное строительство. Это дома, которым выделяют участки земли, подводят коммуникации и прочее. Ну, об этом, если хотите, я вам расскажу. У нас коммуникация стоит не больше 1 тысячи долларов. Все вместе подвезти к дому. Но это спасибо нашему губернатору. И первому, и второму, и Савченко, и Гладкову. Ну, а теперь я начну с того, почему Китай стал вот таким. Смотрите, за 40 лет реформ экономика Китая увеличилась в 50 раз. Как так могло случиться? За 40 лет в 50 раз. Ну, вот, давайте посмотрим на фильм. Тут должно быть что-то... Нам должны что-то показать. Сегодня Китай – одна из самых развитых стран мира. Валовый продукт Китая больше, чем у США или всего Европейского Союза. Да что тут говорить, даже это видео вы смотрите через телефон или монитор, сделанный в КНР. Давайте выясним, как и почему Китай стал великим. Китай долгое время оставался бедной аграрной страной. Первые попытки вырваться на мировой уровень были еще в начале прошлого века. После свержения императора в 1911 году новая республика провозгласила курс на реформы. Но из-за разобщенности правительства и бюрократии эффект от этих реформ был незначительный. Да, это из истории. А вообще-то начал реформа настоящая. Это, конечно, не Си Цзиньпин, он продолжил. А Дэн Сяопин. И вот вы посмотрите, я скину эту ссылку на этот фильм, вы посмотрите, как у них все это там было и как они достигли таких высоких вершин в экономике. Просто я не хочу повторять фильм, который вы сами можете посмотреть. Таких фильмов там несколько, можно сказать, десятки. Называются они под общим заголовком «Китайское чудо». Да, таких вот рывков в экономике было несколько. Не только Китай. Вот есть «Сингапурское чудо». Я об этом написал статью в московском журнале еще в 2012 году. После этого был снят фильм, как раз и там содержание, это моя статья. «Сингапурское чудо». Там много составляющих. Одна из них – это борьба с коррупцией. Очень много расхищается. Даже по данным нашей генпрокуратуры, расхищает 300 миллиардов долларов в год. Столько расхищает у нас богатство. Поэтому наша страна, Российская Федерация, одна из самых богатых стран мира. Вот. Ну, вернемся к Дэн Сяопину. Дело в том, что этот политик делал правильно. Он разработал систему, как повысить жизненный уровень за счет экономики страны. И он сказал, что нужно делать не сразу, не рывком, а постепенно. Он говорил, такая политика, осторожно наступая на подводные камни, переходя речку вброд. Вот такой он был интересный, осторожный политик. И вот он, самое главное, конечно, сделал импорт технологий. То есть, технология, это значит, как производить тот или иной товар. И на основе вот импортных технологий они создали 270 автомобильных заводов. Ну, у нас, может быть, десяток собственных. А я тут 270. Представляете? Тут и разработка программного обеспечения собственного. И не надо никакой нам SWIFT или другие системы. У Китая это есть собственное, независимое. Это называется импорт-независимость. Это он и биотехнологии, и медицинскую, и фармакологическую промышленность развивает. Все это Дэн Сяопин. Все это реформы. И вот что я хотел еще сказать. Вот умер Дэн Сяопин, а его дело продолжают другие политики. Не начинают ругать, вот как плохо было при Горбачеве, при Брежневе, при Крущеве, а вот только у меня все хорошо. У них идет, как бы, последовательность, преемственность. И это помогает. И еще я хочу сказать, смена политической элиты происходит после того, как меняется лидер. А лидер меняет в соответствии с Конституцией. Не более двух сроков. Есть исключения, вот для Си сделали исключение. А так восемь лет им приходит новая команда, которая устраняет недостатки, которые были сделаны в предыдущем правлении. Что сделают еще в наш Китай? Так он деньги вкладывает. Смотрите, у нас есть 3G, 4G, а он теперь разрабатывает 5G, чтобы был очень быстрый, скоростной сигнал, чтобы можно было скачивать, и чтобы картинка не дрожала, и чтобы много информации мы получали в одну минуту. Он выпускает большое количество беспилотных летательных аппаратов. Не зря, говорят наши руководители обращаются сейчас к Китаю, чтобы он оказал нам и военную помощь, но в этом чуть позже. А вот как наша Россия себя, экономика чувствует. По данным Минпромторга России этой структурой и ведомством по решению президента Путина с 2012 года руководит человек, который по образованию базового не имел отношения ни к промышленности, ни к торговле. Он закончил социологический факультет МГУ. Так вот, он оказался честным политиком, честным министром и признал, что станкостроение импорт 90%, машиностроение от 60 до 80%, в легкой промышленности до 90%. Ну, вот, ивановских ткачей здесь не видно. Здесь турецкая, китайская, другая одежда, обувь, легкая промышленность. То есть, мы здесь, как вы видите по этим цифрам, очень импортозависимы. И когда санкции ввели, они бьют по самому больному месту. То есть, запрещают импортировать то, чего у нас нет. А у нас нет станков, а у нас нет машин, а у нас нет кузнечно-прессового оборудования достаточно для выпуска своих комплектующих. Я вот вам пример приведу. Это в книге написано по авиастроению. Вот при советской власти в год выпускалось 150 летательных аппаратов гражданского назначения, военные не беру секретно. Так вот, эти 150 Ту-104, Ту-154, Ту-134 и другие наши Ильюшины, они одна четверть всех самолетов мира, это были советские самолеты. У нас была база большая в авиастроении. Ну, после того, как пришел господин Ельцин, все это было порушено, кстати, забегая вперед, скажу, при Ельцине вот эти реформы привели к тому, что мы потеряли 55% своего национального богатства за счет разрушения хозяйственных связей, за счет того, что многие предприятия, станки отправлялись в металлолом. 55% Гитлерская Германия нанесла нам урон в 33% национального богатства. Вот и сравнивайте, как политик может нанести какой урон своей же стране. Так вот, из-за этой импортозависимости мы теперь и не знаем, как нам выйти из положения. За первые два месяца, январь-февраль, я посмотрел 2,5 триллиона недовыпуска продукции, потому что не хватает у нас своих собственных технологий и своих собственных комплектующих. Вот чем, а вот я же историк по образованию, я посмотрел при Сталине, ну я к нему отношусь двояко, и тем не менее, перед Великой Отечественной войной зависимость от импорта была всего менее одного процента. Не 70-90, а 1%. Как вот это добились? Это, конечно, можно почитать, есть такие книги. Ну вот наша страна импортирует машины и оборудование, автомобили и трактора, металлеры и штанки, кузнечные, прессные оборудования. Вот тут все написано. Компьютеры, телефоны. Сделано в России, я не вижу на своих ноутбуках, на своих компьютерах. Может быть, у вас такие есть? Вот тут можете сами прочитать. Правда, надо сказать, справедливости, ради, что последнее время по мясу и молочным продуктам у нас улучшается. Вот, например, одна наша Белгородская область, благодаря Савченко Евгению Степановичу, доктору сельскохозяйственных наук, губернатору, он у нас 20 с лишним лет руководил, наша область может прокормить 5 таких же областей. У нас, можете посмотреть на сайте губернатора, даже нового, первое место по таким-то продуктам в России, второе место по таким-то продуктам, третье, четвертое место по таким-то, я не буду вас на это отвлекать, но вот есть области, которые могут и делают, замещают импорт собственными продукциями. Ну, конечно, некоторые политики, некоторые бизнесмены почему-то еще замещают наши молочные продукты, настоящие пальмовым маслом, причем, я прочитал, один из Госдумы, человек к нам импортирует, вот нету санкций все-таки, больше миллиона тонн пальмового масла, большая часть из которых техническая, вот и подумайте. Опа, это уже я хочу перейти, тогда подождем еще. Вот по экономике, по экономике надо сказать, что очень много сделано за счет того, чтобы наши, вот вернее, китайские промышленники получили технологии из других стран. Китай, вот посмотрите, он не ссорится с другими странами, он с ними торгует, ну, например, 200 с лишним миллиардов долларов торговля с США. И вот я бы хотел сейчас еще вам показать, как Китай дружит с другими странами, поднимая собственную экономику. У него вообще такая теория мягкого отношения, и в то же время добывает, получает свое. Вот, посмотрите, я бы хотел, чтобы вы на этот фильм обратили внимание. Сейчас загрузится. Отношения Москвы и Пекина активизировались после введения западных санкций в отношении России весной 2014 года. Кремль тогда объявил о восточном развороте, анонсировав несколько крупных совместных проектов с КНР. Поток китайских инвестиций в российскую экономику в последние годы активно растет. На данный момент Китай является самым крупным покупателем российских нефти и газа в Азиатском регионе. Помимо закупки энергоносителей, КНР стремится участвовать в проектах по разработке месторождений и получить долю в крупных российских компаниях. Наибольших успехов на сегодняшний день добились китайские корпорации CNPC и Sinopic. Первая владеет 20% акций компании Ямал-СПГ, вторая в конце 2015 года приобрела 10% активов нефтехимической компании Sibur. Кроме того, совместно с Роснефтью она управляет Удмуртнефтью. Российские СМИ регулярно сообщают о том, что Китай считает Россию важнейшим торговым партнером и Россия отвечает взаимностью. О многообещающем будущем говорит и российский президент. Несмотря на внушительные объемы инвестиций в российскую экономику, в 2016 году они превысили 10 миллиардов долларов, китайские бизнесмены и власти не в восторге от антизападных настроений коллег в России. О глобализации на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил президент Си Цзиньпин. Упование на протекционизм он назвал попыткой закрыться от мира в темной комнате. В мире роста взаимозависимости и вызовов ни одна страна не может самостоятельно преодолевать сложности или решать мировые проблемы. Отдельным странам необходимо координировать экономическую политику и эффективно использовать экономические факторы и ресурсы развития в более глобальном масштабе. Сравнение темпов развития экономик Китая и России наглядно демонстрирует полное отсутствие тех самых равноправных отношений между Пекином и Москвой, о которых говорят в Кремле. По данным New York Times по итогам 2016 года объем инвестиций китайских компаний в иностранный бизнес достиг 225 миллиардов долларов. Рекордно высокий показатель. Большая часть этих денег, как и в прежние годы, ушла на развитые рынки Европы, США и Австралии. А России досталось не более 2%. Для того, чтобы на равных бороться за китайские миллиарды, России сначала нужно заняться улучшением инвест-климата. Ну, что такое инвестиционный климат, я вам скажу. Инвестиционный климат это такие условия, при которых бизнес получает благоприятную возможность заниматься своим делом. Я вот, когда в Ельцинский период у меня было двое детей небольших, маленьких, требуешь одежду, обувь, еду, и жена моя сказала, если ты умный, то почему мы бедные? Твои зарплаты хватает только на две заправки автомобиля. А как же дальше жить? И я ушел в бизнес. Я занимался малым бизнесом и знаю, что это такое, и знаю все эти трудности, которые достигаются при том варианте, когда кошмарят бизнес, когда сажают по пустяковым поводам в следственный изолятор, чтобы потом этот бизнес отобрать. В одной из них, я уже не помню какой, но кажется, власти бизнеса, она есть на сайте Директ Медиа, там была такая таблица приведена, что за последние 15 лет у нас посадили за решетку 3 миллиона бизнесменов. 3 миллиона бизнесменов за экономические преступления. Владимир Владимирович знает об этом и он даже в одном из своих посланий отметил, что из-за того, что кошмарят бизнес, сажают за решетку, то из этих 3 миллионов бизнесменов 83% частично или полностью потеряли свой бизнес. С 15 года Владимир Владимирович пытается, добивается, чтобы перестали кошмарить бизнес, оказывать настоящую помощь малому и среднему бизнесу. Однако, даже вот я посмотрел статистику в прошлом, нет, позапрошлом, в 21 году, было арестовано 255 243 бизнесмена по тем же надуманным поводам. И вот боролся с этим нехорошим негативным явлением олдутсмен Борис Титов и он устал бороться и недавно он подал в отставку. Он больше не хочет защищать малый и средний бизнес. Это у нас в стране тяжело. Из-за этого то, что пытаются отжать бизнес, потому что правоохранительный орган, часть из них погрязла в коррупции и они пытаются через отъем прибыльных предприятий, это называется рейдерские захваты, получить прибыльные предприятия. Много очень есть фильмов, ментовские войны и другие, которые об этом рассказывают. Я хочу сказать, что из-за того, что кошмарит бизнес, из-за того, что сажает бизнесмена в тюрьму, они ищут возможность защититься. И они для этого переходят, переводят свои фирмы, свои активы в офшоры. Я написал в том же 2012 году статью, называется офшорная экономика. С 2012 по 2023 год офшорная экономика нисколько не изменилась. Более того, там даже в офшорах уже и дочки госпредприятий, таких как Роснефть, как Газпром, но это вот вы прочтете в книге, которая называется «Кризисы в России причины и следствия». Она тоже эта книга есть на сайте Директ Медиа. Так я хочу сказать, что бизнесмены ищут пути сохранения того, что было ими заработано непосильным трудом, и они уводят свои деньги в иностранные банки и в офшоры. И это получилось так, что по подсчетам Центробанка, я просто взял открытые данные, увели вот с 2008 кризисного года по 2002 включительно к 1 января на 1 01 23 года выведено из России бизнесменами 1 триллион 76 миллиардов, то есть свыше 1 триллиона рублей по данным Центробанка, то есть это официальные данные, вывели. Но ведь на эти деньги можно было построить заводы, фабрики, новые рабочие места, IT-технологии, все что угодно. Но эти деньги работают на экономику других стран, в том числе и Китая. С этим надо было закончить. Наши объявляли власти допустим какие-то амнистии этого капитала, кто вернет свои деньги в Россию, то значит мы не будем считать их незаконно нажитыми и не будем их снова преследовать. Но на это откликнулась единица. По-прежнему наши капиталы держат за границей. Можете посмотреть, вот и в ютюбе есть, и на нашем сайте есть офшорная экономика. Ну еще одна причина, почему Россия отстает от Китая. Ну тут ведь у нас кто виноват и что делает. Значит первое это виноваты власти, что разрешили выводить деньги из России. Да-да, и она еще государственные органы, Центробанк показывал пример, как выводить деньги из страны в другие экономики мира. Вы посмотрите, наши финансовые власти скупали доллары и евро на бирже, теперь уже юаня скупает, а потом не то, что делает это у себя где-то оставляет в кубышке, отправляет на счета в другие банки. И вот свыше трехсот, повторяю, свыше трехсот миллиардов долларов заморожено. И даже раздаются западные голоса передать эти деньги для восстановления разрушенной экономики соседней страны, Украины. 300 миллиардов. Как можно готовить спецоперации и оставить деньги за рубежом? Но это уже вопрос не ко мне. Это вопрос повисает в воздухе. Да, конечно, много неприятного у нас делается в стране, но я так думаю, что выходы есть. Первое, нужно изменить систему государственного управления. Вот если вы представите карту нашей страны, где-то в верхнем правом углу увидите полуостров Камчатка. Вот на этом полуострове Камчатка может дважды разместиться одна страна, тоже азиатская, с населением 53 миллиона человек, в три раза меньше, чем наша страна Россия. Так вот, за 2022 год эта страна произвела больше на 100 миллиардов долларов с чем-то, чем огромная Россия. И вот в одной из книг, которая напечатана здесь у нас в Директ Медиа было мной сказано, а я сейчас скажу, как книга называется, как же можно так руководить экономикой, если одна, вот одна всего лишь, вот она, полуостровка Камчатка, одна лишь Камчатка работает, а вся остальная страна нет, включая те города, из которых вы смотрите нашу передачу. за 22 года не научились руководить экономикой страны так, как это сделано в других странах, например, в Китае или в Южной Корее, которая занимает 11-ю строчку по итогам 22-го года развития экономики, а Россия 12-ю, после Южной Кореи, где 53 миллиона, и который размещается по площади на Камчатке, где нет столько полезных ископаемых, а у нас почти одна треть всех полезных ископаемых мира в наших водовых. Да, и вот вернемся теперь к Китаю. Экономика Китая позволяет улучшать социальную политику, то есть улучшать качество и уровень жизни своих граждан. Вот совсем недавно Си Цзиньпин объявил на съезде, всекитайском съезде народных представителей, что Китай покончил с нищетой. А знаете сколько нищих в нашей стране? Я могу сказать. По официальной статистике количество россиян живущих ниже черты бедности, выше черты это бедные, ниже черты бедности это уже нищие, свыше 20 миллионов человек. Это при такой экономике большой. У нас и золото, и нефть, и газ, и алмазы, все добывается и за границу отправляется. А на нужды людей мало. Вот на примере пенсионной реформы я хочу показать политика отношения властей Китая к своим гражданам пожилым, которые внесли вклад в развитие экономики, которые отдали все силы, а некоторые здоровья положили на то, чтобы экономика Китая или экономика России развивалась. например, осваили месторождение нефти, каменного угля, прокладывали дороги, железные, автомобильные, и вот они выходят на пенсию. Какая, вот посмотрите, пенсионная система в Китае, какая есть в России. У меня есть эта ссылка, можно потом это в чат поместить, пенсионной системы Китая, но я сейчас вам расскажу на словах. Ну, сначала о России. В России имеется огромный пенсионный фонд. Совсем недавно президент страны объявил в 18-м году, и потом был закон. О чем закон? О поднятии пенсионного возраста. Почему? Потому что пенсионный фонд у нас оказывается без денег. Для меня это было, конечно, новостью, и новостью не очень приятной, потому что этот фонд получает большие отчисления. 22% от каждой организации, предприятия, и 1% еще от каждого гражданина, 23% от фонда зарплаты. Это очень много. И куда ждет и деньги? А если вот человек, который 58 лет мужчина умер, куда эти деньги? Родственникам отправляются? Нет. Они остаются в пенсионном фонде. Вот совсем недавно проводил госсовет Владимир Владимирович Путин и объявляет, что средний возраст наших продолжительности жизни мужчин 62,5 года. подняли до 65,5 наверное, для того, чтобы повысить наполняемость пенсионного фонда. В нашей Госдуме проводилось заслушивание председателя пенсионного фонда, и там был задан вопрос, почему вы строите такие огромные дворцы, где размещаются ваши служащие? Вам что, некуда девать деньги? Ну, ответ можете услышать, если наберете вот в интернете отчет пенсионного фонда. Что делается в Китае? Да, кстати, в России пенсия у учителей. Моя мама получала пенсию максимальная учительница 132 рубля, на которую можно было купить 1320 бухана хлеба. Моя жена получает пенсию 12 тысяч, на которую можно купить только 300 бухана хлеба в месяц. 1300 и просто 300. Чувствуете, какое отношение пенсионерам было при советской власть, какое сейчас покупательность, способность пенсии значительно снизилась. Ну, а в Китае? В Китае нет пенсионного фонда, как дополнительной бюрократической структуры. Там на каждого китайца заводится свой отдельный пенсионный счет, куда перечисляет 20% работодатель и 8% перечисляет сам работающий или служащий. Наступает выход на пенсию, там 60 лет мужчины, 55 лет женщины. И иногда есть там разница в зависимости от условий труда, но не выше. И получается, что человек, выходящий китаец на пенсию, получает как бы логин и пароль доступ к этому пенсионному счету. он открывает и там у него пенсионное накопление и распоряжается этим фондом по своему усмотрению. Это его деньги, которые работодатели он сам отложили себе на старость. Ну, а если не дай бог 62 года и умер, как у нас бывает, то деньги по наследству переходят наследнику первой, второй и третьей очереди. То есть они не у государства остаются, они переходят к наследникам, тем, кто жили вместе с ним. Вот какая, я считаю, очень справедливая система пенсионная в Китае. Кстати, я вот не знаю, где у меня там был еще слайд, минимальная зарплата в России и Китае, в Китае минимальная зарплата выше. Более того, эта минимальная зарплата не облагается 13%, а у нас даже минимал облагается налогами в 13%, ну, конечно, это не очень здорово. Вот я вам вкратце рассказал, ну, что делать, а, вот она, вот она, мро, видите, в Китае 372 доллара, у нас 216, но если сейчас доллар поднялся, будет уже не 216, а 190, потому что то было 55, то 75. Представляете, да, то есть делить вот эту пенсию, делить на 75 получается меньше, чем на 55. А вы знаете, для чего государству нужна девальвация, вот нашему государству, для того, чтобы наполнять казну свою. я где-то читал, что при повышении стоимости доллара только на 1 рубль, в казну почти 50 миллиардов рублей дополнительно получается. Ну, то есть, то ли обменивать доллар 1 к 1 или 1 к 68 копейкам, как было при советской власти, то ли в начале правления ВВ Путина 1 к 6 или 1 к 65, 1 к 75, конечно, получается больше. И тогда экспортеры получают денег больше, и они больше жиреют, и больше денег отправляют за границу. Я уже сказал, больше триллиона вывели из нашей страны. Вот сколько еще нерешенных проблем, которые нужно нам, нашим властям решить. А если власти не смогут решить, как следует, надо подумать, а на своем ли они месте депутатов избрать, губернаторов перезбрать, пока у нас есть такая возможность для того, чтобы они руководили лучше. Вот есть, например, колхоз миллионер, а есть колхоз, где председатель пьяница, колхоз разваливается. Много зависит от одного человека, от лидера. Вот такие лидеры почему-то в Китае есть. Я надеюсь, что и у нас такие будут. Я вообще надеюсь, что мы будем жить лучше. Потому что уже много горького опыта, и пора бы учиться на ошибках других и перенимать положительный опыт. В частности, положительный опыт Китайской Народной Республики, который проводит респформы. За 40 лет, увеличив экономику, ни много ни мало, а в 50 раз. Вот этому надо поучиться. Спасибо вам за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Владимир Викторович, благодарю за такой интересный экскурс, сравнительный. Есть вопрос, но больше, конечно, в сторону Китая, чем Россия. Пожалуйста. Вообще можно ли вроде бы такая ситуация, что Китай такой пузырь, который никогда не лопнет, то есть он не подвержен кризисам, хотя любое государство подвержено кризисам, я не думаю, что Китай в этом плане какой-то уникальный. В конце концов, очень многие европейские и американские экономисты, они напрямую говорят о том, что сокращение численности трудоспособного населения, корпоративный сектор, который контролируется государством и в целом ошибочная политическая программа означает, что шансы Китая убежать от этих проблем в принципе невелики. Вот когда был обвал на фондовой бирже в 2015 году, он показал, что с экономической точки зрения при вот такой экстренной ситуации политики ничего не смогут сделать и Китай все-таки ждет огромный кризис и если вот он разразится, то они совершенно будут не способны взять ситуацию под контроль. Вот если смотреть с этой точки зрения, случится ли вообще в Китае финансовый кризис, это возможно, сможем ли мы когда-нибудь сказать, что Китай у нас 20 сантиметров, а Россия 2 метра. Ну что ж, если бы я был верующим, я бы вам ответил, все во власти Божьей. Но, так как я реалист и атеист, я вам скажу, у Китая есть специальные сдерживающие противовесы против кризиса. Вот если вы учили в школе историю, то скажите, был ли кризис при Сталине, при советской власти, кризисы, где бы экономика рушилась и как лопалась, как пузырь? Нет, потому что там была совсем другая система. Объясню. Если государство занимает большую часть экономики страны, то она этой большей частью руководит, ее охраняет. Бизнесмены эту часть могут продать, пропить, прогулять и брать неоправданные кредиты и на этом сгорать. То есть у них есть риски. У Китая риск меньше, сводится к нулю, ну не к нулю, но посмотрите, все годы у них всегда плюс, 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 плюс. За 8 лет 45% новой экономики нарастилось. Почему? Потому что, во-первых, там плановая экономика, во-вторых, там огромное количество западных инвестиций и горит в прежнюю очередь будут западные инвесторы, чем собственные. А собственные инвестиции идут на покупку в России активов. Ну, например, они хотят купить Роснефть, купить хотят Газпром, покупают у нас шахты. Вот в Африке они покупают золотоносные и алмазные копии. То есть они деньги вкладывают в активы. То есть то, что дает. Вот олигарх не получает зарплату, потому что он получает дивиденды от нефтеперерабатывающего завода. Если этот завод работает, как он может быть в кризисе? Он продать будет меньше, но ведь он еще диверсифицирует свои активы. Та же Китай. Он их диверсифицирует. У него не портфельные инвестиции, то есть деньги, фишки голубые, а он инвестиции вкладывает в недвижимость, в объект. Только это недвижимость промышленная. Понимаете? Да. Он, например, он может купить норильский никель. У него 3 триллиона долларов. Он от них избавляет, покупая объекты. Какие объекты? Вот, которые приносят и сейчас большую прибыль. Ну, например, в энергетические объекты. Он покупает бесплатно или почти бесплатно, ну, за полтора рубля киловатт час. Покупает у нас электроэнергию. А может купить электростанции. Если вот сейчас Владимир Путин разрешит ему скупку вот этих активов. Он и хочет, чтобы у него были свои энергоресурсы. Мало зависит, ну, от силы Сибири или там сейчас новый магистральный газопровод через Монголию. Уже договоренность такая есть, чтобы в Китай еще перебросить то, что не могут направить в Европу. Так вот, они хотят себя обезопасить, вкладывая деньги в серьезные активы, которые, ну, например, алмазы, золото. Это вечный актив, который, если он умеет, то на чуть-чуть, но он не сгорит, он не лопнет, как пузырь, как портфельные инвестиции. Вот, например, я вложил в акции, ну, допустим, этого ВАЗа, автозавода, а он нет комплектующей, он стоит, и рабочих распустил. Акции уже обесцениваются, или аэрофлота, где выпускает наших широкофюзеляжных самолетов один в год. Один, не 150, а один. Это называется Ил-96, и тут забирает в отряд Россия. Владимир Викторович, а вот смотрите, хороший вопрос задал нам наш слушатель Сергей Викторович. Зачем Россия и Китая? Вот, допустим, у нас есть алмазы, да, но они в Африке есть, может быть, другое качество. Или мы для них дешевы, выгодны, почему мы, почему не другие? Может быть, в нас вообще не надо инвестировать, у нас такой большой разброс экономический. Спасибо за вопрос, вопрос очень хороший. Во-первых, Россия плюс Китай, Америке уже не стать однополярным миром, владеть однополярным миром, потому что мы, вот как вы сказали, две державы больше, чем одна. Потому что если сложить наше ракетно-ядерное оружие, а Америка признает силу, то здесь, вот поэтому они хотят вбить клин между нашими политиками, между нашими державами. а с другой стороны, вот сейчас, когда санкции, когда тяжелое положение в России, Китай получает демпинговые цены на эти энергоносители, ну, например, нефть на 30%, ну, что такое, то ли за 130 долларов покупать, или за 30, а ведь это миллионы тонн, а газ, ну, отказались, ну, например, газ стоит 118 долларов за тысячу кубов, в Европе 3 тысячи, а тут 118, будет Китай с нами дружить, который за 118 отдает. А в автомобильную промышленность они придут, или нам так и сидеть? промышленность, раз мы не можем насытить свой рынок, то там 26 миллионов машин. Да, да, да. Вот это рынок сбыта. Первая мировая война вообще из-за рынков сбыта началась, а поводом там убийства. с герцога, а рынки сбыта, то есть производить и потом сбывать. Куда? Китай будет сбывать, если он поругается, например, США или там с Европой из-за нас, то куда он будет сбывать? Конечно, в Азию и в нам, конечно. Мы нужны Китаю, и Китай нам нужен. Это вот взаимовыгодное сотрудничество. Это безопасит Китая от того пузыря, который он выговорит. Если бесплатные энергоносители, заводы, фабрики будут работать, а гаджеты, которые мы не выпускаем, мы по-прежнему будем покупать, если нам Эмпл и другие откажут. В общем, для нас китайский пузырь точно никогда не лопнет. А если говорить о России, тоже вопрос от нашего слушателя. Ваш прогноз на наше будущее, на будущее нашей страны. Когда мы возьмем курс на процветание и стабильность? Когда у нас будет порядок в экономике? Ну, кроме того, что, конечно, можно поменять всю управляющую верхушку, но это же не выход. Все равно, вот так же, как и в Китае, есть направление, да, оно задано, и политики следуют ему. Соответственно, если даже поменяется, не кардинально, а в этом же ключе, то будет все равно соблюдаться тенденция, общее экономическое направление, общее развитие. Так вот, когда мы почувствуем, что мы процветаем, что у нас все стабильно, что мы спокойны, уверены и 1300 буханок хлеба будем покупать? Это на пенсию, на пенсию. Да, да. Анна Ивановна, спасибо за вопрос. А ответ найдите сами в книге, которая у вас на сайте размещена. Почему Россия пока не может стать процветающей страной? Можете вывести на экран? Попросите Татьяну Викторовну вывести эту обложку. Почему Россия пока не может стать процветающей страной? Там ответ на ваш вопрос. Но это и реклама вашего сайта. Да, это правда. Есть у нас такая книга. Вообще, друзья, что хочу сказать? Нет, а я кратко могу и сказать, что надо сделать. Кратко. Ну, если очень коротко, давайте так зацепим. Да, вот там ответ на 600 страницах. А если коротко, если сам не умеешь руководить, собери команду, которая может руководить. Ты в команду взял, например, юриста, который возглавляет экономику России, в нем эконом-развитии. Ты берешь врача-кардиолога и ставишь его на Министерство сельского хозяйства. Елена Борисовна-Скрынник. В Википедии она врач-кардиолог. Врач-кардиолог, министр сельского хозяйства. Как вы считаете? Ну, а журналист-международник Роскосмосом руководил долгое время. Это вот у нас в СВО теперь нет спутников, которые следят, куда же пошли наши вороги. То есть, получается, неправильные кадровые решения, неправильные... Ну, дедушка Сталин говорил, кадры решают все. Да, в кадрах решается все. В управлении кадров. Нет кадры. Вот смотрите, вот был полководец Георгий Константин Жуков. С ним даже Сталин считался. Что по этому поводу думает товарищ Жуков? Вот есть у нас такой полководец. Генералов много, а полководцы есть у нас в СВО, которые полками водят, а не так, чтобы один районный центр полгода брать. Жуков по битву по Москве выиграл, Сталинградскую битву, оборона Ленинграда, битва на Курской дуге, и везде Жуков. Он полководец, полками водит. А вы говорите, что от управленцев не зависит. Еще как. Нет, нет, я как раз говорю, что... Китай стал Китаем, потому что у него особое, правильное, эффективное государственное управление. Да, очень интересно. Управлять это значит ставить задачу, обеспечивать материально, организационно и контролировать. Мало объявить, что у нас топ экономика войдет в топ 5. Она даже в топ 10 это войти не может на 12 месте. Ну а что вы сделали, чтобы она вошла в топ 5? Может быть с соседями помирились, может быть что-то другое сделали, чтобы у нас товарооборот был лучше, чтобы у нас 300 миллиардов долларов вернулись сюда и триллион буржуазных этих, которые увели сюда вернулись. Ведь инфекционный климат тут плохой, раз тюрьму сажают, чтобы бизнес отобрать. Поэтому деньги бегут за границу, там в другой юрисдикции они защищены. Да, очень много интересных тем и вопросов. Это вот в нашей книге, которую мы с вами публикуем. Да, очень рекомендую. Ну мало ли кто их читает, а уж тем более из-за министерства ведомства. Если министр экономического развития берет взятку в сумме 2 миллиона долларов, при годовом доходе 60 миллионов рублей, что ему не хватает? Это Улюкаев, теперь стихи пишет. Да, 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 мы все следили за этим захватывающим действом. Мы с вами о коррупции писали тоже, да. Бестай, друзья, на самом деле посмотрите, пожалуйста, у нас на сайте собрано все на страничке автора, все книги, которые... выставить сейчас эту вот ссылку сюда в чат, чтобы посмотрели. да, у меня будет ссылка на сайт на самом последнем слайде. я дала серию современной России, потому что это одни из последних наших книг. Действительно, Владимир Викторович написал очень много книг, которые вот процветание России, да, то, что он... О человеческом капитале, ведь от людей много... Вот вы на месте, как исполнительный директор, у вас и книги издаются, и с авторами хорошо, и вебинары проводятся. То есть, вы как человеческий фактор, да, замечательно. Спасибо. Человеческий фактор это значит ноу-хау, знаю как улучшить. Вот китайцы, чтобы свой человеческий фактор улучшить, отправляют за границу, начинают селекцию еще со школьной скамьи, оплату учебных заведений за границей, Сорбония, там, Кембриджи, бесплатно. А я даже вот чтобы поехать на конференцию не могу деньги выбрать у нашего университета, говорю, денег нет, но вы держитесь. А 300 миллиардов долларов за границу заморожено. Да, очень много вопросов. Еще у меня, ну, последний вопрос, у нас время уже прошло, но мы в хорошей компании, поэтому не будем ограничивать. Владимир Владимирович. Я в хорошей компании. Спасибо. Скажите, какие у вас ближайшие творческие планы? Я о них в курсе, но хотелось бы еще рассказать. вы даже не в курсе, я вот вам сегодня сюрпризом. Я сейчас собираю материалы, я же еще по образованию не только экономист, но еще и историк. Я вот здесь в серии современной России не хватает, например, образование, история и современность. Образование в России и история, как она была при царской власти образования, при Сталине образования, сегодня образование. Почему у нас количество школ сокращается, зарплата учителей нищенская, люди из этой профессии бегут. Вот моя дочка закончила с отличием педагогический университет, а в профессии не осталось. И в профессии осталось только три учителя, а остальные 97 человек из физмата, педагогического университета ушли в Москву. Почему? Потому что тогда зарплата была 8 тысяч. Да, и сейчас молодых специалистов. И сейчас так же. Почему этот вопрос не решается? Да, был у нас указ президента, прекрасный указ к 2018 году сделать зарплату учителей 100% по региону, а профессоров 200% по региону. У нас в регионе 57 умножить на А2 114, а у меня 43, как у профессора. Я, наверное, тоже уйду из профессии, только вот благодаря вашим гонорарам я еще держусь на плавах. Ну, знаете, куда идти? Все в Москву. Так вот, да, это первая книга образования в России, потом здравоохранения в России. Там такой вопрос, почему вот сейчас сокращается у нас так называемая оптимизация при Татьяне Голиковой, конечно, она получила приказ сверху, может, от председателя правительства, не знаю, но сократила количество медицинских учреждений в два раза. По их количеству мы отошли на царскую Россию 1913 года. А тут пандемия, тут как тут на проверку. Сколько людей погибло? Мы потеряли полмиллиона. У нас естественно убыль, называется депопуляция на 300 тысяч человек в год. То ли врачи не хотят лечить, то ли некуда положить лечить из дома, то ли нет таких лекарств, которые нужно. Вот эта проблема, я хочу их затронуть, поднять, и потом не только кто виноват, ну а что делать? Да, да, это важно. А что же делает в такой? Почему у нас такой получается? Куда ни кинь, везде клин. Ну и, конечно, я там буду писать сначала в розовых, какие мы молодцы, особенно вот при советской власти, что мы построили индустрию огромную, построили ракеты, ядерный щит, нас даже сейчас в США боится даже вмешаться напрямую в наше СВО, кто же боится, потому что фундамент был создан такими людьми, которые жили до нас, наши родители, дети, ой, дети, простите, предки наши, прадеды, деды, понимаете, они ковали вот это вот, наш тыл, наш промышленность, нашу индустрию, наша независимость, а что будет вот, когда учителя, вот эти взрослые уйдут из школы, кто будет учить, вот моя жена, завучем работает в гимназии, приходит с университета, говорит, не умеет занятия вести, они методикой не владеют, вот я говорю, еще о кадрах надо побеспокоить, заранее, это очень больной вопрос, но его надо решать, кто будет решать, если вы говорите, что если мы не будем менять что-то, прежде чем депутата избирать, надо ему наказы давать, раньше депутата можно было отозвать, если он наказы не выполнял, сейчас это отменили, депутатные нельзя отозвать, много нерешенных проблем, их надо решать, решать, причем вместе, государство, бизнесмены и общество, институты гражданского общества, а много ли у нас институты гражданского общества, которые могут заявить о том, какие у нас есть недостатки, что надо делать, кто виноват и что делать, но я думаю, дождемся лучше к времен, я оптимист, думаю, что все будет нормально. То есть мы еще ждем как минимум две новые книги, образование, здравоохранение, еще у нас прямо вот скоро-скоро на днях выходит ваша книга про импортонезависимость, да? Да, вот вы знаете, есть два понятия, импортонезависимость и импортозамещение, вот у Китая есть импортонезависимость, он независим от импорта из США, Европы, а мы видели, какие на 70-80 зависимы. Вот если мы будем независимы, мы будем самостоятельны, нам тогда во время войны некого бояться. Но есть еще импортозамещение, то есть мы можем что-то заместить. Вот сейчас вместо того, чтобы самим производить детали для автомобилей, ну, например, там АБС, там, или подушки безопасности, мы говорим, мы это купим у Китая, это параллельный импорт. Это вот импортозамещение только по другому направлению, а нам нужна импортонезависимость, собственная индустрия, называется реиндустриализация. Вот интереснейшая книга, друзья, я уже погрузилась в нее, очень рекомендую, вот буквально остались, совсем немного времени осталось до того момента, как она увидит свет и выйдет в нашем издательстве. Мы сегодня затронули... А можно все книги показать? Не только вот эту серию, она как-то однообразна. Там ведь у вас яркие обложки, они мне очень нравятся. Да. Ну, выводите на экран, правда? Сейчас попробуем. Может быть, Татьяна Викторовна попросим? Помощь друга. Помощь зала? Нет, помощь друга. Зал не выведет. Помощь подруги. Я могу включить демонстрацию? Попробую сейчас. Да, попробуй. Татьяна, вы здесь с нами? Она наушники, может, сняла, поэтому не слышит. Хотелось бы, чтобы она подсказала. Не вижу я, как это сделать, к сожалению. А может быть, пока вот мы ищем, может быть, кто-то живой вопрос задаст из-за аудитории? Есть у нас вопрос по выходу из экономического кризиса, даже не вопрос, а такой риторический, да? С ответом, значит, уже. Ну, практически. Есть такой закон выхода из экономического кризиса из трех на выбор. Плановая экономика, развязывание войны. И наш слушатель про третий забыла. Я, честно говоря, тоже... Можно я начну отвечать, Анна Ивановна, помогу? Давайте, давай. Война – это углубление в кризисе. Если у вас за два месяца теряется два с половиной триллиона, это больше, чем 15% годового бюджета страны за два месяца. Вы погрязаете в этом пучину кризиса, дальше идете. О, кто-то помог нам. Посмотрите, какие красивые книги. Вот одна из них. Анна Ивановна, нажмите. Почему Россия пока не может стать? Там рубль во главе. Вот она, видите? Ну, конечно, цены высокие. Я бы поставил 381 вместе с 600. Но сейчас полиграфические услуги дорогие. Ну, вот смотрите. Вот здесь тут написано 680 страниц. Да. Там ответы есть. Но можно просто по заголовкам пробежаться и посмотреть. А теперь вот еще один. Власти бизнес. Вот у вас там, вернитесь на начало. Вот это, да. Власти бизнес. Посмотрите. И издана красиво. И ведь, смотрите, от Кремля зависит, вот будет ли кризис у нас или нет. Если он ломает экономику, 300 миллионов, 3 миллиона бизнесменов в тюрьму сажает. Кто же будет бизнесом заниматься? У нас ведь сейчас в основном частный бизнес. У нас же ведь капиталистическая Россия. Не социалистическая. Если флагманы бизнеса сидят в тюрьме. Кто же будет поднимать страну? Кризис у нас возможен рукотворный. Рукотворный. А так у нас по природным ресурсам, по богатствам у нас все есть. У нас и вода есть, и золото, и алмазы, и нефть, и газ. И предприятие есть. Вот я жил в этом некоторое время в отпуске в Сухуми. Так там на 7 часов свет выключается. У нас в России этого нет. У нас еще очень много хорошего в нашей стране. По сравнению с другими, с отсталыми странами, впереди планеты все. У нас и большой театр хороший. Вот сейчас, правда, за границу не ездят, потому что самолетов мало. Арестовали 700 самолетов. Нельзя им за границу летать. Они чужие. Они арендованные были. Но так я говорю о том, что много хорошего. Может быть, с опоры на хорошие будем выходить из кризиса. То есть опора на человеческий капитал, на ноу-хау, на новые технологии, которые у нас есть в биохимии. Их надо еще внедрять. А чтобы внедрять, нужны деньги. Нужны деньги. Вот как бы за границей эти 300 миллиардов забрать долларов, и на них построить новые с высокими технологиями предприятия. По выпуску своих компьютеров, по выпуску своих автомобилей, может быть, электромобилей. Не надо производить старые, как в Китае, модели. Они копируют с Европы. А собственные? Где наши инженеры, конструкторы, которые заканчивают с отличием высшие учебные заведения? А вы знаете, что вот Ольга, я зовут... Первый... Нет, второй заместитель председателя правительства, она высказала мысль, что у нас за границей уехали работать полтора миллиона человек в поисках лучшей доли. В том числе и айтишники. Вот как бы их оттуда забрать? Зарплату нужно другую. А у Билл Гейтсов и у Майкрософт 22% выходцы из России, из персонала. Есть у нас люди умные. Привлеките. Вот в нашем соседнем университете, Билгу, была такая хорошая идея. Давать коттеджи и давать зарплату 5000 долларов профессорам, которые вернутся из зарубежья и будут здесь преподавать ноу-хау. Нанотехнологии, другие вещи. Кое-что это уже вышло, получилось. У нас создали наноцентр. То есть есть вот ростки, начатки хорошего, только развивать надо. Деньги нужны. И организаторская работа. Благодарю. Есть у нас просьба задать вопрос. Владимир Викторович, вы, наверное, тоже его видите. Марина Глаголева задает. Не считаете ли вы, что дружба с Китаем не так уж светла и безоблачна в перспективе? Вспоминаю историю. Военные конфликты, инциденты в прошлом веке и в будущем Китай может стать нашим недругом. Я понимаю, о чем речь идет. Я понимаю. Вы знаете, вот здесь надо отдать должное нашему политику Владимиру Владимировичу Путину. Вот мы сражались на острове Даманском из острова, который на реке пограничный был. Так вот, 600 тысяч квадратных километров спорных территорий Путин подарил Китаю. Пограничный вопрос закрыт. А вот если наша страна будет 2 метра, а Китай 20 сантиметров, будем разговаривать, как Сталин разговаривал с Мао Цзэдуном. Он Мао Цзэдуна держал 3 часа в приемной, якобы занимаясь более важными делами. Все зависит от экономики. Если у тебя такой крепкий тыл, у тебя огромная экономика, поэтому с тобой и разговаривают низко кланяясь. А когда у тебя маленькая экономика, ты смотришь снизу вверх, заискиваешься, ищешь дружбу. Да, благодарю. Ну что ж, друзья, будем отпускать нашего замечательного спикера. Вообще, вопрос России и Китая, он, конечно, гораздо глубже, чем мы сейчас успели посмотреть. Очень рекомендую две книги. Книгу эту пусть посмотрят, хотя мы. Да, две книги. Первая, Владимир Викторович Россия и Китай, а вторая, это как раз европейский взгляд, о котором я говорила, американский, европейский. Очень интересное тоже исследование экономиста Томаса Орлика, он больше 10 лет жил в Пекине, это экономист. Моими глазами это видел, наблюдал. Да, из Bloomberg экономикс, и там очень неоднозначный подход, будет ли кризис, не будет ли кризиса, что есть Китай вообще изнутри. Очень интересное сравнение у нас России и Китая. Но Китай сейчас как такая темная лошадка, да, мы мало оказывается, что о нем знают. Закрытая страна, это верно, да, закрывается, но не все о нем знают. Поэтому, если вы хотите тянуть эту информацию везде, где возможно, начните с нас. Действительно, есть что сравнить, что посмотреть. Книги Владимира Викторовича я вообще молчу, там, мне кажется, ответ на любой вопрос политический, экономический, социальный. Ну, все знать нельзя, но мы стараемся, да. Да, мы стараемся, мы в теме, мы в потоке, как сейчас модно говорить, мы в ресурсе. Вот, друзья, огромное спасибо всем, кто сегодня пришел к нам. Я надеюсь, что наш вебинар был для вас интересен, хотя бы на долю, так же, как и для меня. Погрузитесь глубже в тему путей экономического развития России и Китая. Книги нашего издательства обязательно помогут. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча с Владимиром Викторовичем, потому что нам есть, что еще обсудить, есть вопросы, которые стоит поднять, и, конечно, мы приглашаем всех, кто сегодня участвовал в нашем вебинаре, приходите, будем обсуждать и образование, и здравоохранение. Вы видите, как здесь интересно, те вопросы, которые можно было задать человеку умному, человеку интересующимся в науке и в постоянном тренде, что говорится, мы вас приглашаем. И, Владимир Викторович, огромное вам спасибо за сегодняшний день, что уделили нам время. Я надеюсь, что до новых встреч. Спасибо вам огромное. И вам, Анна Ивановна, спасибо. Приглашайте, примем ваше приглашение. Все. Ловлю на слове. Всего доброго. Спасибо, друзья. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok